Всем доброго времени суток, с вами снова мы и сегодняшняя наша тема называется просто и легко ромашковый чай польза и вред городские жители давно привыкли тратить много денег на приобретение элитных сортов чая позабыв о том как в детстве наши бабушки и мамы заваривали душистый напиток из ромашки порой сочетая его с другими не менее полезными травами поэтому мы решили напомнить о пользе и вреде ромашкового чая так не заслуженно забытого нами и рассказать о его полезных и вредных качествах то что наверняка не знали даже наши бабушки и уж тем более современные диетологи в составе лекарственного растения ромашка человечеству стало известно много столетий назад люди обратили внимание что растение положительное воздействие оказывает на нервную систему делая человека спокойным и даря ему сон младенца у ромашки богатый химический состав она содержит комплекс поливитаминов дубильные вещества большой процент макроэлементов флавоноиды белки пектины аскорбиновую никотиновую и салициловую кислоты в том числе и эфирные масла эти веселые цветки дополнительно снабдят ваш организм каротином апигенином фитостерином и иными не менее полезными веществами польза чая с ромашкой проведя ряд исследований на животных ученые пришли к выводу что часть ромашкой действительно обладает ярко выраженными седативными свойствами его необходимо пить для уменьшения беспокойства для крепкого сна для улучшения концентрации внимания врачи рекомендуют употреблять целебный ромашковый чай по три-четыре чашки в течение дня в случае панического и беспричинного страха в момент сильного беспокойства истерик ночных кошмаров если человек одолевает депрессия он ощущает нервное истощение сильную усталость и часто прибывает в стрессовом состоянии то наилучшим природным расслабляющим средством станет чай с ромашкой хорошее действие оказывает фито чай на укрепление иммунитета испытания показали что выпивая по пять чашек полезного ромашкового чая ежедневно в течение двух недель в организме возрастает уровень гиппурата осуществляется это благодаря действию растительных фенолов которые укрепляют иммунитет уничтожая бактерии лечение болезней ромашковым чаем огромную пользу несут лечебные свойства ромашкового чая для желудочно-кишечного тракта происходит стимуляция выделения желчи лечиться чаем из ромашки в народной медицине предлагают при язве при гастрите хронических заболеваниях печени нарушенной микрофлоре кишечника при камнях в желчном пузыре а также при лечении конъюнктивита в качестве примочек а также при лечении полиноза это отеки в пазуках носа целебный чай принесет пользу только тем кто принимает медикаменты на базе ацетисалициловой кислоты не позволив разрушить слизистую желудка немаловажную пользу принесет душистый напиток болеющим сахарным диабетом второго типа в растении присутствуют вещества способные понижать уровень глюкозы в крови при этом ромашка способна предупредить осложнения которые возникают при диабете ромашковым чаем наши бабушки и мамы поили нас именно в холодное время года так как растение борется с простудными заболеваниями это грипп пронхит ангина и иные заболевания органов дыхания ромашковый чай обладает отхаркивающим патагонным противомикробным и обезболивающим действием целебное снадобье употребляют в качестве горячего чая также им полоскают горло и используют для ванночек и ингаляций рекомендуется пить травяной напиток женщинам страдающим менструальными болями высокий уровень аминокислоты глицина в растении способен значительно уменьшить болевые ощущения в период месячных при этом сняв нервное напряжение у женщины тем же кто мечтает сбросить лишний вес чай из ромашки послужит вспомогательным средством для похудения ежедневно потребляя чай из ромашки для похудения можно скинуть до 4 килограммов за месяц происходит это за счет мочегонного свойства растения и благодаря тому что при стрессе человек начинает поглощать большое количество пищи а ромашковый чай наоборот избавляет от этого состояния естественно не забывайте про физическую нагрузку и правильное питание чай с ромашкой можно применять как внутрь так и использовать для наружного применения при дерматите экземе опрелостях в случае обнаружения автофозного стоматита либо язвочек в ротовой полости народная медицина рекомендует полоскание рта официальная медицина этого не запрещает но рекомендует для лучшего эффекта смешивать ромашку с шалфеем полоскать ротовую полость желательно до 6 раз в день полезное свойство чая из ромашки до сих пор полностью не изучены растения и сегодня продолжают удивлять ученых своей пользой душистый напиток в виде компрессов применяют при болях в пояснице как вспомогательное средство его используют при геморрое головной и зубной боли ромашка славится своей пользы в косметологии с ее помощью ухаживают за волосами и кожей когда в жизни женщины происходит чудо и она узнает что беременна будущая мама начинает большое внимание уделять своему здоровью женщина старается обезопасить свой организм от любой химии и переходит на употребление даров природы но и здесь стоит знать меру так как любой натуральный продукт при чрезмерном употреблении способен нанести вред особенно женщине в положении солнечные цветки помогут будущей маме в начале беременности в случае возникновения различных воспалений чай с ромашкой поможет беременной женщине справиться с токсикозом апатии депрессии головной болью желудочными спазмами ромашковым фито чаем можно обрабатывать повреждения на коже применять его для полоскания ротовой полости в том числе использовать при обмывании половых органов душистая трава поможет снять нервное напряжение и спазмы возникающие на фоне страха также избавит беременную женщину от запоров и газообразования но увлекаться чаем из ромашки беременным не стоит чрезмерное питье такого напитка может спровоцировать преждевременные роды а в особых случаях и выкидыш несмотря на успокаивающее действие злоупотребление чаем способно вызвать головокружение врачи рекомендуют беременным женщинам пить не более двух чашек в день не крепкого ромашкового чая но не ежедневно небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем часть ромашкой для детей детям часть ромашкой поможет при болях в животе при простудных заболеваниях в момент когда начинают резаться зубки ароматный напиток поспособствует крепкому сну ребенка сделает его более спокойным и улучшит пищеварение избавит от колик диареи снимет жар у малыша однако давать ромашковый чай детям до пяти лет необходимо разбавленный и не более половины чашки в день как заваривать чай с ромашкой полезнее и лучше использовать аптечную ромашку вернее и цветки при заваривании чая с ромашкой по рецепту можно использовать и только цветки растения можно для придания лучших вкусовых и целебных свойств комбинировать с другими травами к примеру с мелисой с мятой с пустырником зверобоем и другими в том числе и с черным или зеленым чаем рецепт если вы желаете заварить обычный чай с ромашкой то на 200 грамм кипятка потребуется две чайные ложки цветков ромашки оставьте чай настояться 20 минут и можете приступать к чаепитию если же вы сочетаете ромашку другими ингредиентами то используйте на 200 грамм крутого кипятка от каждого составляющего по 1 кофейной ложке для хорошего вкуса и получения максимального полезных свойств от такого чая дайте ему стояться 30-40 минут для сладости можно добавить мед либо сахар вред ромашкового чая любой травяной напиток помимо пользы имеет и противопоказания в данном случае ромашка не стала исключением осторожным следует быть тем кто склонен к аллергическим реакциям чтобы узнать имеется ли у вас аллергия на ромашковый чай и избежать вреда выпейте чашку заваренной ромашки в случае появления зуда и сыпи вы поймете что данный напиток не для вас злоупотребление ромашковым чаем приведет головным болем понизится мышечный тонус может возникнуть тошнота рвота кашель перевозбуждение центральной нервной системы такой чай категорически запрещено давать больным шизофрении и тем кто страдает психическими расстройствами у ромашки имеется мочегонное свойство поэтому ее не рекомендуется принимать одновременно с диуретиками то есть мочегонными средствами и лекарствами тем у кого не в порядке почки тоже не следует налегать на травяной напиток запрещено пить ромашковый чай при приеме успокоительных препаратов если человек принимает медикаменты для лучшей свертываемости крови ромашковый чай нежелательно так как он наоборот разжижает кровь но при отсутствии у вас аллергии болезни и противопоказаний очень рекомендую запастись этим прекрасным и настолько полезным полевым растением с веселыми и яркими цветками что при наличии болезней он слишком быстро лечит тем самым оказывая временный негативный эффект поэтому наш совет и пожелание не запускайте болезни до последней стадии а лучше сразу заваривайте ароматные и полезные ромашковые чаи и будьте всегда здоровы и конечно читайте на нашем портале обучения и саморазвития о полезных свойствах множества других видов чая от чая с малиной мятой имбирем облепихой до более редкого белого чая чаев с яблоками или даже на основе чайного гриба на этом все желаем вам хорошей погоды доброго настроения и самое главное здоровья но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижением не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотрите другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра а